Вопрос, кого будут вакцинировать первыми, не стоял. Медицинские работники, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, помогая больным и проводя много времени в учреждениях здравоохранения, должны получить дозу иммунитета раньше других. Именно у них риск заразиться на самом высоком уровне. А потому процесс иммунизации было решено начать с медиков. На данный момент заканчивается их вакцинация вторым компонентом. У меня в отделении два доктора сделали вакцинацию. После первого и второго чувствовали себя вполне нормально. Я сделал первую вакцинацию, тоже чувствовал себя хорошо. Это вторая вакцинация. Почему делаю? Ну, потому что я считаю, что риски, которые могут возникнуть с заболеванием, гораздо выше, чем те риски, которые возникают при проведении прививки. Процесс иммунизации проходит в два этапа. Сначала вакцинируют первым компонентом, после истечения трех недель – вторым. Благодаря вакцине уже через 2-3 недели у человека появляются антитела, которые станут отличной защитой от COVID-19. Так, наша вакцина, она хранится при температуре не ниже, но с 18 градусов. И мы за полчаса ее вынимаем перед вакцинацией. И, ну, она размораживается, и дальше мы вводим. Следующая категория граждан, которые смогут избавить себя на долгие месяцы от печальной перспективы заболеть коронавирусной инфекцией, станут педагогические и социальные работники. Планируется, что их вакцинация будет проводиться с начала марта по факту получения новой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви». А массовая вакцинация населения начнется ориентировочно в конце марта – начале апреля. Министерством здравоохранения Республики Беларусь внесены изменения и одобрена вакцинация пациентов старше 60 лет. И разработчик вакцины внес изменения в инструкцию. И вот следующая партия вакцины, которая будет поступать, это все, конечно, будет четко обозначено. С учетом того, что внесены изменения в возрастной цене, то бишь можно прививать пациентов старше 60 лет, значит, мы сейчас дополнительно собираем мнение у населения и дополняем списки желающих, и постепенно эти списки расширяются. Ну и я хочу отметить, что у нас до сих пор были такие милые профилактики, как масочный режим, ношение перчаток, социальное дистанцирование. Сейчас появилась реальная возможность прервать это звено эпидемиологической цепи – это вакцинация. Отметим, что вакцину население получит бесплатно, а значит, возможность прервать эту эпидемиологическую цепочку благодаря вакцине против COVID-19 в скором будущем появится у любого желающего.